всем привет вы смотрите дионикс channel и мы продолжаем играть майнкрафт survival синглплеер 3 сезон настало время для небольшого отчета о том чем я занимаюсь на стримах и в общем то отсчет будет состоять буквально вот в этом башня буквально рвется вверх сделали вот такие вот полоски из камня и андезита выглядят они по моему достаточно неплохо получились вот такие вот занятные такие интересные ромбы в принципе возможно стоило применить эту идею раньше где-то здесь но тогда до меня это не дошло вот они немножко разной формы по моему ну или по крайней мере пересечения у них разные здесь вот в один блок тут два на два блока но это в общем то ничего не меняет то есть два на два тут два два тут и тут все 111 случилось это из-за того что начали вот с центра из зачетного количества блоков или что-то типа того почему не объясняли на стриме но на пальцах это объяснять сложно в общем она так как есть это финальная высота башни то есть вот там вот будет площадка на на которой собственно с которой можно будет смотреть окрестности с которой можно будет взлететь находится она на высоте по моему 195 блоков если я не ошибаюсь сейчас мы туда поднимемся и да башню в принципе можно будет считать законченной более или менее когда я сделаю здесь шипы какие-нибудь какие-нибудь такие вот штуки в общем туда вам может показаться что не хватает чего-то здесь здесь тут тут где-нибудь еще но я решил не планировать постройку помещений а просто сделать внешнюю часть то есть просто чтобы закончить башню а уже потом по необходимости чем-то ее наполнять потому что место там просто завались просто завались и если я начну придумывать а потом строить полстройка может затянуться еще там на полгода год да может и дольше черт его знает знаете когда у вас много места его нечем занять в общем-то рано или поздно вы остываете к постройке и так все и остается в стадии айда строю потом вот здесь получились такие небольшие изгибы которые слегка огибают окна и потом ровно по 45 градусов уходит эти вот линии да давайте отправимся в саму башню покажу собственно что там внутри внутри в принципе особо ничего но но все-таки я вам покажу да выглядит она внушительно особенно вот так вот снизу это просто конечно колосс то что она цилиндрической формы абсолютно прямая как мне кажется даже играет на руку то есть я думал что придется сужать 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 но конус мне кажется смотрелся бы хуже вот а да касательно вот этой вот части она из других материалов я пока не знаю оставить ее в таком виде или переделать ну нижнюю часть вот это в принципе переделывать немного а вот это вот достаточно большой объем работы учитывая что придется лазить по лесам так что фиг знает получается башня из двух разных кусков возможно стоит обыграть это как-то и сделать из призмарина вот эту часть то есть стены еще что-то ну то есть как какую-то связку дать либо просто окантовочку вокруг башни сделать из призмарина но я не знаю просто сейчас получается как будто нижний кусок башни это один кусок а верхний это другой кусок будто этого две разные постройки на самом деле это одна башня вот так что я пока что думаю что с этим делать если у вас есть какие-то идеи пишите в комментариях я все читаю даже не надо вверх поднимать как многие пишут в общем просто 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 пишите возможно стоит какими-то блоками тот же орнамент повторить и не париться пишите тогда какими блоками например я просто тащусь с этого потолка я не знаю каждый раз прохожу меня 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 аж это господи я это сделал не кто-то я это сделал и вот желтый оранжевый красный фонарики круто да тут fps все еще проседает здесь вот стоит кровать надо еще немножко представил потому что монстры спать не дают они находятся вот в этих стенах я думаю что мы будем как-нибудь освещать все темные полости возможно даже соберем какую-нибудь включаем и выключаемую x-farm в самой башне то есть с родстоуном с освещением дернул рычаг все включилось можно в общем-то собирать лут мне кажется это неплохая идея опять же чтобы заполнить вот это пространство я думаю одной этой штукой можно будет заполнить тут все вот ну или нет посмотрим принципе у меня x-farm есть так что это не обязательно так у меня одна из этих лестниц идет до самого верху или 33 так кажется здесь могу подняться да здесь пока что ничего нет кварц кончился когда я последний раз играл я начал делать вот этот потолок надо будет его тоже доделать мосты нужно будет тоже снаружи доделать это сейчас все будет с тахановскими темпами насколько это вообще возможно потому что скоро новый год праздники и все такое канал тоже ведет на некоторое время в отпуск хотя вам все равно будет что посмотреть скорее стремлю идут в отпуск вот в общем надо будет квас добывать надо будет добывать нет призмоле не надо будет тобой надо будет сделать просто лифт ну в общем все 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 нужно будет до gjorde сюда снизу она не кажется такой высокий но когда начинаешь подниматься она очень высокая на чертовски высокой просто огромная огроменная башня давай уже позже мы поднимайте на вити здесь камень и вот этот негодяй где он заспавнился а вот тут но ты и но ладно нехороший человек да кстати я летал где-то вот с вот этого по моему места если не ошибаюсь и вот долетал до следующего сегмента я уже разбиваюсь даже в ботинках на физрофолиум 4 так что тут высоко тут высоко вы даже можете не видеть из-за тумана всю карту но днем на самом деле немножко виднее хотя там тоже туман закрывает и в общем да вы видите какая здесь высотища снизу так не кажется снизу башня выглядит какой-то каким-то недомерком слегка но вот здесь истинные размеры ее видны да здесь будет площадка вот тут где лестницы будут шипы у меня есть некоторая форма в голове некоторые мысли по поводу того как их сделать я думаю что они будут не шире чем вот это вот чем вот это вот штуковина я думаю что они будут вот от этого блока вот до этого блока максимум в ширину по крайней мере нижняя их часть и да здесь еще осталось вот как раз до границы вот этих биконов как они называются блин маяков да вот видите 195 блок вот это вот вот это вот координата не знаю мышка вам видно или нет 195 блок то есть я смотрю на 195 блок вот туда вот еще пятьдесят шесть один господи 61 блок в ту сторону если подниматься например вот тут то станет понятно что место тут в принципе еще полно но я решил не вытягивать эту башню прям совсем совсем вверх дабы оставить некоторые пространства для чего-нибудь ну просто какое-то пространство до потолка мира конечно круто построить что-то до верхней границы но такой задачи не стояла стояла задача построить просто башню я думаю что лучше пусть останется пустое пространство над ней нежели она просто упрется там или 1-2 блоков не хватит будет конфуз вообще вот это место мне от шипы кстати возможно стоит поднять нет я думаю что я не буду все-таки поднимать башню опять же если я сделаю шипы башню подниму еще выше и начну делать шипы они могут получиться короткими и тогда ну то есть относительно тела башни скажем так коротким да получится такая высокая высокая башня и такие маленькие обрубочки на ней вот так что пусть лучше будет небольшой запас конечно хочется поднять башню выше хочется сделать ее намного эпичнее но по сути по сути в этом нет никакой необходимости да вот такие вот дела да это то чем я занимаюсь последнее время на стримах собственно башни в кои-то веке башня выросла буквально за два стрима вот от вот этого места вот до туда строил я ее наверно часов ну часов 5 наверное я все это возводил плюс нужно будет еще возвести вот эту внутреннюю стену я думаю займусь этим на ближайшем стриме просто взять на зербрик и вперед 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 внутренность на должна быть построена она будет абсолютно пустая если мне будет нужно я буду делать перекрытие там где мне нужно и в общем-то сделать какие-то рисунки на стенах опять же если это будет необходимо думаю что упарываться по рисунку на внутренней части абсолютно не стоит по крайней мере сейчас то есть сделать это никогда не поздно то же самое и вот этого касается здесь должно было быть окно но окна тут не знаю будет не будет как видите оно не совсем вписывается а но опять же можно будет сделать окошко какой-то другой формы нежели то которое находится снизу либо как-то их даже соединить было бы желание в принципе если убрать у него верхнюю часть и вытянуть окно и сделать его как бы продолжением на втором этаже тоже все возможно и здесь как раз таки такой арочкой можно его закруглить ну в общем было бы желание сделать можно всегда и все так что некоторые второстепенные задачи я отложил да касательно апдейта это у нас сейчас снапшот 15w 51b 1.9 версии добавили тут край вы видели это в 65 66 67 по моему эпизодах три эпизода называется новый край три части я бегал там по краю я писал в описании последнего эпизода некоторые свои мысли по этому поводу выскажу их еще раз край абсолютно бестолковый убийство дракона было конечно вообще смачное мне понравилось эмоции не знаю передал или это видео но действительно было круто то есть новый дракон новая битва с ним это шикарно он сопротивляется в кои-то веки это в кои-то веки не летающий болванчик он действительно надирает вам задницу вот но то что происходит после дракона вот этот новый бесконечный край он пустой я не могу даже сказать просто против него что-то плохое типа что фу он там у него вот это криво вот то криво там пусто господа там пусто абсолютно там нет ровным счетом ничего кроме редких сараев и этого чертова летающего корабля которая за полтора часа так и не нашел вот то есть ты мечешься по этим однотипным островам на которых есть только корусы эндермена и большую часть времени ничего не происходит и оно все до жути одинаковое так что я рад что у нас есть бесконечный край и ресурсы в принципе из которых можно крафтить новые кирпичи из эндерника можно крафтить новые кирпичи вот но я недоволен тем что там очень и очень и очень пусто я рассчитывал на то что все-таки там что-то будет я рассчитывал на более плотную застройку я думал то действительно будет город края как его называли но это не город края это пустыня края это бескрайнее ничего края вот не знаю общем я недоволен другом краем там просто нечего делать банально претензия в этом что делать там нечего кто-то нашел за 10 минут крылья кто-то нашел крылья там за 6 часов кто-то не нашел например как я и я думаю что все эти поиски этих чего этого чертового глайдера в принципе того не стоит потому что ну представьте себе вноситься там 6 часов ради глайдера хотя конечно мне это еще предстоит потому что черт возьми все-таки хочу глайдер его добавили в игру я его хочу я его получу ничего не знаю вот так попробуем кстати скрафтить кстати почему нет полублоков почему нет ничего кроме вот этих дурацких кирпичей вот так они выглядят довольно таки по моему симпатично но почему только кирпич маджанка ради всего святого что это было так сложно добавить вот этот кирпич я уверен это сэндстоун какой-нибудь переделанный я уверен в этом можете полублоки можно делать нет полублоки делать нельзя нет и так тоже нельзя так а давайте попробуем из андорника потому что я жалуюсь потому что могли бы и лучше бы сделали не фиолетовые эти дебильные кирпичи потому что фиолетовые здания будет строить полтора человека в мире никто не будет строить практически фиолетовые здания или из фиолетовых кирпичей но вот из желтого кирпича из вот такого вот я бы например что-нибудь соорудил из него могут получиться прикольные домики но почему же только кирпичи где ступеньки в общем я разочарован тем что нам снова не дают ступеньки полублоки заборы и прочие разумные вещи из кирпича кстати по моему с адским кирпичом была та же ерунда но теперь теперь у нас есть они ну то есть давно уже есть но я не понимаю просто почему нет это не так сложно просто добавить еще один полублок назначить ему айди и все и люди будут довольны я буду доволен в конце концов ладно да это все чем я занимаюсь на стриме приходите на стримы сами зовите друзей будем строить башню в ближайшее время так быстро как это возможно доведем ее внешний вид до конца будем заниматься строительством мостов начнем наверное подготовку для вот этой всей истории возможно переделаем часть с мостами и нижнюю башню они нижнюю часть башни может быть поменяем материалы может быть полностью перестроим мосты общем будет видно насчет материалов повторюсь что жду ваших комментариев мост вот это вот нижний кусок башни из других блоков из призмариновых жду ваших вариантов обязательно все прочитаю если будут вопросы на них отвечу и я надеюсь что вам понравилось всем спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте пальцы вверх пока